ДАЧНИКОВ Это во многом благодаря, конечно, вам, потому что только хороший жизненный настрой помогает ежедневно бороться с сорняками, непогодой. С раннего утра на концертной площадке около Дома молодежи собралось больше сотни дачников и просто обычных горожан. На суд зрители, садоводы и огородники Приморской столицы представили плоды своих трудов. Огромные тыквы, необычные цветы, композиции из овощей и фруктов. Праздничную атмосферу создавали и танцевальные коллективы. А в это время конкурсанты с нетерпением ждали своих заслуженных наград. Заметим, что дачное сообщество Владивостока более чем развито. Дачники не только участвуют в городских конкурсах, но и устраивают свои собственные соревнования и праздники. Обязательно нужно проводить, поскольку это, во-первых, это сплачивает людей, во-вторых, это дает как бы заряд бодрости людям. И у нас был очень большой праздник, на котором присутствовали и администрация района, и союз садоводов, и наши соратники, ближайшие общества, председатели тоже были у нас. И было очень хорошо, очень весело. Напомним, смотр дачных участков в этом году начался 16 августа. Конкурсной комиссии предстояло выбрать лучшего цветовода, овощевода, а также лучшее садовое некоммерческое товарищество и садовый или дачный участок. В течение нескольких недель жюри пришлось осмотреть несколько десятков участков, и вот имена победителей определены. Шли практически спонтанно, за один день до трех часов ночи, все подготовили, вырезали. Это текущая работа, которая происходила на территории СНТ для создания благоприятных условий пребывания на нашей территории. Это развитие нового движения садоводческих некоммерческих товарищей. Победители, а также обладатели вторых и третьих мест получили денежные сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря. Анастасия Крикун, Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.